Ребята, всем привет! Я рада приветствовать вас на канале OneCobieSchool. Меня зовут Женя Соломатина, я художник акварелиз. И сегодня я хотела показать вам работы, которые написала за февраль. Ну, здесь не только работы, а какие-то и скетчи, и скизы, то есть мой скетчбук. Некоторые я не показывала на страничке в Instagram, поэтому я думаю, вам будет интересно. И, возможно, вдохновит вас рисовать больше, потому что именно регулярное рисование позволяет быстрее поднять свой уровень и продвинуться вперед. В этом месяце я рисовала, не могу сказать, что много, но достаточно, потому что я готовилась к записи своего нового курса, который уже вышел. Он называется «Свободное плавание», поэтому некоторые пейзажи будут из него, а некоторые, которых вы еще не видели. У меня здесь вот такая вот стопочка. Поехали, будем смотреть. Первый пейзаж, такое северное сияние, это подготовительная работа к курсу. На самом-то деле, очень часто, когда я готовлюсь к записи уроков, я делаю работы пробные всегда, потому что мне так проще разложить для вас на понятные этапы. Потому что очень часто во время работы я могу кардинально поменять решение, пойти в другую сторону, что-то закрасить, перезарить. И понимаю, что в уроке это, например, смотрится нелогично, и вам от этого будет только сложнее. Поэтому всегда готовлюсь и делаю пробную работу. Это тоже подготовительная работа, а вот уже записанный урок. Видите, я здесь поменяла расположение, немного луж, они у меня немного завалились, и это была грубая ошибка. Кстати, с обратной стороны пробный Хогвартс тоже. И на этом северном сиянии тоже Хогвартсов я много нарисовала. Эти уроки, кстати, доступны у нас в школе тоже. Вот такой вот зимний пейзаж. Сейчас он выглядит, к сожалению, бледновато на камеру, но он тоже есть в курсе «Свободное плавание». Я оставлю на него ссылочку внизу, вы сможете посмотреть более в хорошем качестве работы. Следующий пейзаж – это вот такой вот тоже деревенский мотив с падающим светом. Сейчас постараюсь сфокусироваться на нем. Но мне он понравился просто лаконичными заливками. Я вообще люблю именно за это зимние пейзажи. Идем дальше. Здесь у меня тоже парочка работ, которые повторяются. Вот они. Опять же, пробная работа и уже работа по уроку. Даже не могу сказать, какой мне нравится больше. Здесь немного разные тональные отношения домика с небом. Где-то он больше силуэтом выступает, где-то меньше. Но, тем не менее, это интересный опыт. С обратной стороны еще осталось место. Я смогу что-нибудь порисать. Кстати, я думаю, вы обратили внимание, что все работы выглядят, как вот такие вот коробочки, разносики. Это потому, что я натягиваю их на планшет. Вот таким вот образом. У меня есть видео, как я это делаю на страничке в Инстаграме IGTV. На мой взгляд, это способ сэкономить. Можно натягивать бумагу 180 грамм. Она значительно дешевле. И особенно, когда вы пишете вот так вот много работ, учитесь, то это существенно сэкономит ваш кошелек. И когда вы знаете, что вы сейчас не тратите супер дорогую бумагу, поверьте мне, смелости появляется намного больше. Поэтому вот такой вот лайфхак от меня. Ну, я, честно говоря, натягиваю бумагу и 300 грамм тоже, потому что в любом случае она так намного лучше реагирует на какие-то большие заливки. И не образовываются волны, в которых скапливается краска и пигмент. Это тоже пейзаж из курса. Это, кстати, самостоятельный практикум, который я дополнила фотоподсказками, непривычный для меня формат. Но это было интересно. На самом-то деле фотографировать работу в процессе оказалось очень полезным, потому что потом можно посмотреть и проанализировать, что пошло не так. Но все-таки лучше, наверное, видео, потому что на фото постоянно отвлекаешься, а видео оно просто записывает и все. Идем дальше. Вот этот пейзаж я тоже не показывала, такая зимняя весенняя оттепель. Меня эта тема, честно говоря, еще не отпустила. Не знаю, мне кажется, что зимние пейзажи я буду рисовать еще и в марте. Люблю эту тему. Они простые и позволяют отключить голову. А этот пейзаж я уже показывала, но тот был пробный. А именно этот написан по уроку. Сейчас сфокусируюсь. Вот так лучше, да? Мне нравится ощущение здесь солнца, хотя на самом-то деле его здесь нет. Но благодаря вот этим контрастным теням и белому хрустящему снегу есть ощущение солнечного дня. Еще одна работа, это уже такой немаленький пейзаж, тоже сфокусируюсь. Тоже пейзаж из курса. Мне он понравился тем, что он очень прост в исполнении, но при этом очень эффектный. В нем действительно есть глубина. Опять же, оставлю ссылочку на курс, там можно посмотреть на этот пейзаж в качестве получше. И последний пейзаж, натянутый на планшет. Здесь размер 50 на 70. Я даже отъеду подальше, чтобы вы могли его увидеть. Он тоже простой, но мне просто жизненно было необходимо поделать какие-то большие заливки. В принципе, мне кажется, что он получился довольно-таки удачный и будет эффектно смотреться в раме с паспорту. Думаю, обязательно его оформлю. И повешу где-нибудь. Покажу вам поближе мой скетчбук. Думаю, так фокус будет работать лучше, чем с моей головы в кадре. На самом деле, этот скетчбук я начала в январе. И он у меня начался с вот таких вот зимних зарисовочек. Но полноценно я его начала ввести в феврале. Опять же, я здесь делала этюды для работ, которые уже показывала. Но, видите, некоторые работы так и остались только в задумке этюда. Я попробовала, что-то мне не понравилось, и я бросила. Это я тестировала карандаши, свои новые акварельные. Это смешанная техника, акварель плюс карандаши. Здесь тоже пейзаж остался нереализованным. Такое часто бывает, и на самом деле этюд в этом плане очень экономит время. Вот этот пейзаж очень минималистичный. Он понравился моему мужу. Я даже думаю, может быть, его напишу когда-нибудь на формате. Вот такой вот мужчина с топором и дровами. Еще один пейзаж, который не был нарисован. Здесь у меня какие-то смеси я подписывала. Это я делала зарисовку цветными карандашами. И просто баловалась, делала всякие каляки-маляки. Зарисовочка простым карандашом розы. Это разворот из курса. Не буду объяснять, что здесь, потому что это тайна. Но, грубо говоря, вот так я и делаю разбор перед тем, как начинать писать пейзаж. Ну, бывает в голове, бывает на каком-то отдельном листике. Это тоже пейзаж из курса. На самом-то деле там был очень простой фотореференс. Но я его дополнила машинами, и в итоге получилось вот так. Идем дальше. Тоже я отрабатывала разные приемы, пробовала кисти. Еще несколько сюжетов. Вот эти по итогу я совместила в один. И получилось очень интересно. Вот этот пейзаж я не успела написать, но на этапе эскиза он мне, в принципе, понравился. Не хватает какой-то детализации, но в целом интересно. А вот этот сюжет у нас есть на YouTube-канале. Кстати, я его сегодня не показала. А вот же он. Наверное, я все-таки пропустила какие-то работы, которые рисовала в феврале, но это не точно. Идем дальше. Здесь у меня тоже какая-то абстракция происходила. Еще один эскиз. Это должно было быть «Северное сияние», но все-таки страницы в этом скетчбуке не подходят для каких-то мокрых, прям сильно техник. Они отлично сочетают себе в графику. Вот, кстати, вот здесь. Этот сюжет я вам тоже показывала. Он у меня реализован. И все. По-моему, больше ничего нет здесь дальше. Вот такой вот у меня получился скетчбук. И на самом-то деле я отлично его, считаю, заполнила. Он у меня уже изрисован наполовину. Если будут вопросы, что это за скетчбук, это скетчбук «Ханемюле Бамбу» называется. У меня формат А5. Здесь очень тонкая бумага, но в целом она неплохо выдерживает акварель. На этом я буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. А также напишите в комментариях, сколько работ вы нарисовали в феврале и сколько планируете нарисовать в марте. И придерживайтесь этого плана. Всем спасибо. До встречи в новых видео.